11.04 в российской столице. До Нового года остаются считанные дни. Программа на своем поле финальная в этом году. До Сочи рукой подать. Здесь сегодня у нас все символично. Завершаем 2013-й беседой с человеком, которого, я надеюсь, увидим на трассе в Сочи. Алексей Сополев, мастер спорта международного класса по сноуборду, пятикратный чемпион России. Леш, еще титулы есть? Нужно добавить? Да, в принципе, этого хватит. У нас мужчина, да, холостой, сказал Леша, да. Поэтому все, что касается спорта, не только. Сегодня можно спрашивать. Сергей, я думаю, тоже вы ответите на вопросы, потому что спортивный менеджмент в России — это что-то такое, пока еще развивающееся, на мой взгляд. И вы, Коля, в этом специалист, тоже нам все расскажете, как это двигать спортсменов вперед. Одно дело музыкантов, да, другое дело людей, которые занимаются спортом. Ну, согласитесь, мои уважаемые гости, что при слове сноуборд, полагаю, что у большинства, конечно, ассоциаций — это Светлана Гладышева и Екатерина Тудыгешева. Ну и, собственно, вот такое гендерное, как мне кажется, несправедливое отношение к мужскому сноуборду должно вас, Леша, расстраивать. Или нет? Или все, когда вы говорите, что я там, Алексей Соболев, все говорят, а, да, точно, ты на сноуборде там в Сочи собираешься. Нет? — Слушайте, вот я когда прихожу в свою федерацию, то есть внимание меня не обделяет. Прямо так очень плотно я общаюсь с своей федерацией постоянно. Почему-то постоянно я в центре событий каких-то, после каких-то интервью постоянно все в федерации хотят с вами поговорить, поэтому я думаю, вниманием я не обделен. — Не обделены? — Нет. — А расскажите мне, пожалуйста, вот мы о вас сейчас говорим как о возможном претенденте на попадание в олимпийскую сборную, или у вас уже все определилось, вы уже точно пакуете чемоданы и едете в Сочи? — Вообще, на самом деле, будет известно все только в конце января, вот, потому что сейчас еще не закончились Кубки мира, все меняется, то есть, поэтому будем в конце января смотреть, ну, а так сейчас я являюсь лидером сборной, вот, ну, в принципе, большие шансы у меня есть. — А скажите мне, пожалуйста, по какому такому блату вас сегодня в Москву выпустили? Ведь на самом деле, вот по своему опыту знаю, для того, чтобы поймать какого-то спортсмена и привести его в эфир, требуется, я не знаю, совершить кульбит и стойку на голове. Все заперты в Сочи, все тренируются, все готовятся. Вы здесь, у вас блат? — Да, как бы нет, вроде, то есть, всегда нужно уметь отдыхать при интенсивных тренировках. Если нет отдыха, нет и результата, и прогресса, поэтому, ну, вот такое решение приняли, как бы на Новый год отдохнуть, расслабиться. — То есть вы будете встречать Новый год в кругу семьи с оливье и с мандаринами? — Нет. Я решил как-то спонтанно за 10 минут поехать в Испанию отдыхать. — А, ну, в общем-то, собственно, неплохо. Но там, я надеюсь, вы уже без сноуборда будете? — Слава богу, да. — Там можно чуть-чуть искупаться, может быть, или уже, наверное, погода нет? — Я не знаю, где я окажусь там именно. — Серёж, давайте пока мы чуть-чуть дадим Алексею передохнуть, подумать, чем он будет заниматься в Испании на прекрасных курортах. Вот для нас, действительно, для людей, которые к спорту имеют отношение больше как к спортсменам, вот класс менеджеров — это отдельно стоящая какая-то категория людей, потому что они, как правило, оказываются за кадром, но их решения в основном являются такими, что называется, основополагающими и единственно верными. — Ну да, я здесь хотел бы, на самом деле, сказать, ну, наверное, обратиться к некой такой нашей исторической даже справке и действительности. У нас пока в стране и роль менеджеров, и роль агентов, например, в футболе, да, там она воспринимается зачастую как некая негативная история, ну, которая мешает кому-то. На самом деле, в идеале, конечно, я понимаю, что нам пока далеко до идеалов, вот, по многим причинам, но, тем не менее, в идеале менеджер и агент — это человек, который помогает атлету принимать правильные решения, вот. Во-первых, он, это, скажем так, это касается юридической, финансовой стороны, это касается зачастую просто даже выбора некой спортивной логистики, то есть с учетом состояния атлета, естественно, это все происходит не монопольно, то есть менеджер не принимает никогда решений, там, только самостоятельно. Это всегда, во-первых, в диалоге с атлетом, это всегда в диалоге с теми организациями, которым атлет имеет отношение, в данном случае это и федерация, федерация, в очередь, тоже завязана на то же самое министерство и так далее, вот. Но в итоге основная задача, в общем-то, менеджера, если у федерации задача глобальная — это сборная медали и успешное выступление в целом состава сборной, то у менеджеров, атлетов, соответственно, задача стоит успешное существование вообще в этом виде спорта, в своем виде спорта и совместимость его с его жизнью конкретного атлета. — Алексей, для вас мнение федерации, мнение Сергея или мнение тренера, что является, наверное, главным и основополагающим? Или для вас важно услышать мнение всех трех сторон? — Ну, на самом деле, я солидарен с Сергеем, потому что, то есть, некоторые люди слишком, то есть, в крайности бросаются, хотят, например, золота на Олимпиаде, — Ой, это вы не хотите золота на Олимпиаде? — Да почему? Дело не в этом. Дело в том, что слишком узкомыслящие люди, то есть, я говорю о том, чтобы, например, иметь золото на Олимпиаде, ты должен, в принципе, себя ощущать хорошо и комфортно, то есть, во всех областях, не только касаемо каких-то соревновательных этапов и так далее. Вот, многие люди просто не видят каких-то мелочей, на самом деле, которые играют очень большую роль, вот, как ты вообще ощущаешь себя, ну, в том, чем ты не… — Сергей, и он смотрит на то, что происходит с вами со стороны и дает какие-то профессиональные советы, я это понимаю? — Ну, естественно, естественно, я сам, как бы, в этом спорте более 14 лет уже, в принципе, присмотрелся, понимаю, что кому надо и понимаю, что мне надо. — А вот ваше сотрудничество, ну, согласитесь, да, и вы, Сергей, об этом упоминали, агентская деятельность, это, конечно, связано в первую очередь с футболом, ну, кое-где в игровых видах спорта, да, в основном, если это идут игроки топ-уровня, баскетбол или волейболисты, например. Вот сноуборд, вот, мне кажется, что это такое непаханное поле, ведь помимо традиционных турниров, ну, в игровых видах спорта коммерческих очень мало, у вас их достаточно много, в той же, допустим, легкой атлетике и сноуборде, тут поле для деятельности у Сергея огромное, и тут вам, Алексей, тоже можно поехать на чемпионат мира, а можно поехать на какой-то коммерческий старт. Как вот это вот равновесие вы находите? Ну, я могу ответить, как бы. Ну, равновесие, я не знаю, на самом деле, мне больше, конечно, привлекают коммерческие старты, вот, нежели какие-то более спортивные мероприятия. На самом деле все укладывается только, упирается только в график, потому что хочется и там, и там поучаствовать, на самом деле, а соревнований очень большое множество. Ну, и, естественно, я отдаю в пользу коммерческих стартов, а не более душевные, я бы так сказал, в них до сноубординга. Ах, какой непатриотический сейчас прозвучал ответ. Нет, здесь как раз я добавлю, Леша, ну, на самом деле, немножко тоже к агентам и менеджерам. Все-таки это две категории специалистов разные, то есть в футболе агенты — это специалисты, в общем-то, по сопровождению юридическому, конкретных, скажем так, юридических процессов, то есть как трансфер, ну, например, переход до игрока. Вот, агенты в большинстве своем в футболе не занимаются карьерой игроков. Но мне кажется, что они как раз занимаются финансовым обеспечением и выбором того варианта, который карман будет делать шире. Да, да, но это связано напрямую с взаимоотношениями с работодателями, скажем так. То есть там в футболе, в игровых видах спорта, там основной кэш, скажем так, он лежит в контракте у футболиста. Понятно, что если он становится звездой в каком-то ракурсе, да, там, то у него появляются какие-то дополнительные заработки. Но в целом там все достаточно стабильно. Вот, у нас ситуация, вот в данном случае в сноубординге, она немножко вообще иная. Да и, в общем-то, не только в сноубординге, и в других видах спорта, в том числе в индивидуальных. Вот, здесь роль персонального менеджера, она всегда намного шире, важнее, потому что, ну, во-первых, как Леша сказал, по поводу, допустим, медали Олимпийской, понятно, что все хотят выиграть медаль на Олимпийских играх. Это независимо от вида спорта, там, возраста и пола, наверное. Вот, но тут надо понимать, что комплект медалей, они сильно ограничены, и не все их выиграют. Вот, поэтому не панацея, и это же не означает, что атлет должен закончить свою карьеру, спортивную, если он не выиграл медаль. Поэтому жизнь продолжается, надо дальше бороться, и здесь очень важное отношение, соответственно, атлета к этой истории именно в таком ракурсе. Хорошо, что делаете конкретно вы, как менеджер Алексея, в чем сфера ваших обязанностей и, соответственно, сфера интересов Алексея? Я сразу хочу тоже тут такую маленькую ремарку, во-первых, ну, персональный менеджер Леши — это Георгий Стаценко, вот, его сегодня, он сегодня появится у нас там чуть позже уже на мастер-классах, вот, я представляю именно агентство, которое сопровождает полностью, в том числе, работаем с Лешей. Наша основная задача — это разработка его, ну, скажем, в первую очередь, это разработка его медиаплана, то есть в каких мероприятиях он участвует. Вот, атлет — это не просто человек, который тренируется и выигрывает или не выигрывает медали. То есть вопросом медиапродвижения занимается ваше агентство в вашем лице? Да, да. Где, на каком эфире Алексей появится, в какой эстафете Олимпийского огня Алексей будет принимать участие? Ну, в том числе. В том числе. Опять-таки, это все согласовывается, то есть это не носит директивного какого-то характера, это всегда согласовывается. Очень важно мнение атлета, очень важно, чтобы атлет ощущал себя комфортно в той или иной ситуации, и это не противоречило, ну, допустим, его моральным принципам. Хорошо, а сразу вопрос, Алексей. Как часто вы говорите «я не хочу»? Часто. Знаете, на соревнованиях в 6 утра, когда тебе будет тренер, он говорит «ну все, выходим». Я понимаю, что там на трассе лед, и я говорю «да». Ну, вот только в этих моментах, а так, в принципе, я открытый и всегда готов поучаствовать в чем-нибудь. Добавлю сейчас буквально одну минутку. Мастер спорта международного класса «Будущий олимпиец», я надеюсь, Алексей Соболев и Сергей Ничувили у нас в гостях. Продолжим буквально через минутку. В преддверии Олимпийских игр и в завершении нынешнего года говорим с человеком, которого мне бы очень хотелось увидеть на кортах в Сочи, на спортивных площадках. Алексей Соболев у нас сегодня в гостях, сноуборд, человек, который всю свою жизнь ему, так я понимаю, посвятил, да? Вы 91-го, по-моему, лишь года рождения, да? И, собственно, если вы 14 лет уже в спорте, то другого у вас и не было времени, кроме как вы все время были в профессиональных занятиях. Ну, что-то вроде того. Вроде того. И консультант по спортивному менеджменту и спортивному маркетингу Сергей Ничувилин. Доброе утро, Сергей, и вам. Доброе утро. В этом, потому что я был на сборах. Написано было, что вы участвовали чуть ли там, даже сюжет не выложили. Странно. Какую-то желтую прессу вычитать. Нет, вполне себе. На самом деле, может быть, как бы путаница. Там еще у нас есть, по-моему, Алексей Соболев в параллельных дисциплинах. Андрей Соболев. Андрей Соболев, да. Значит, коллеги что-то напутали. То есть вас там не было? Нет, нет. А вы с удовольствием бы попринимали участие в таких дисциплинах, не коммерческих? Ну, не дисциплинах, да, мероприятиях не коммерческих? Или все, что касается сейчас, важно это только спорт? Нет, нет. Я, конечно, за. Конечно, за участвовать в таких разных мероприятиях. Причем бы и нет. Осталось только вас позвать. Но у вас времени-то, я думаю, что не очень много. Да, да. Сейчас, в каком режиме вы сейчас живете в связи с тем, что до января, когда определятся именно сборные? Ну, вообще, режим такой, что попал я сюда к вам сегодня, поспав 4 часа, вот, потому что прилетел я сегодня ночью. Ну, это только начало дня причем. А дальше у вас там? Ну, дальше сегодня еще где-то 3 встречи. То есть до 10 вечера я буду полностью занят. Ну, то есть вот такие вот у меня пребывания в Москве. Вам в таком нравится ритме жить? Ну, а почему бы и нет? Мы живем в Москве, тут нельзя спать. Тут мы не можем остановиться, отдохнуть. А вы, кстати, считаете себя москвичом? Вы считаете себя, не знаю, камчатодалом, новосибирцем? Кем вы себя считаете? Или вы человек мира? Ну, вообще, я, то есть, не хочу к каким-то регионам непосредственно относить себя. Мне просто нравится вот жить в России. То есть, да, я не хочу отсюда уезжать ни в коем случае. А предложения были какую-то команду другую представлять? Ну, поменять гражданство спортивное? Нет, такого не было. Ну, я бы навряд ли согласился бы. Мне здесь, в принципе. Отрицательно. На сайт приходят вопросы. Леха, привет. Может, помнишь, мы вместе в Новосибе катались. А что медаль, если в Сочи завоюешь, домой-то привезешь показать? Не знаю, кто такой Леха. Не знаю. А, нет, подожди, не Леха. Это вам, Леха, обращение. Олег. Олег. Я не знаю. Но Олег не представился, какая фамилия. Я, в принципе, даже знаю много Олегов. Ну, конечно, слишком оптимистические прогнозы у Олега. Насчет медали. А так, я всегда, конечно, буду приезжать в Новосибирск, навещать друзей. Семья там? Да. А самая главная болельщица тоже в Новосибирске живет? Ну, я не знаю, где она пока живет. Где-то в России, может быть, за границей. Нет, нет, я про то, что, опять-таки, возвращаясь к интервью с коллегами, у вас, как они написали, самая главная болельщица — это сестра младшая. А, даже так? Да. Ну, да. Или опять они... Она в Новосибирске находится. Она в Новосибирске. Да. Она приедет в Сочи? Не знаю насчет этого. Возможно. Паспорт болельщика, все, что нужно, это же на форме. Ну, там что-то происходит. Я там, да, что-то происходит. Я так понимаю, что вы вообще пока об этом не думаете. Что там будет, как там будет у вас, вот, как мне показалось, вот, за не очень долгое общение, что вы живете вот сейчас. Вперед вы не сильно заглядываете. Вот что есть, этим вы сейчас живете. Ну, это можно с разных сторон посмотреть на это, на самом деле. Где-то я живу сейчас, в данный момент. На некоторые вопросы я, как бы, конечно, заглядываю вперед, потому что у меня в любом случае есть какие-то цели. И нужно все планировать и идти к ним. Озвучите цели? Озвучите цели? Ну, вообще, на самом деле, это более обширная реализация сноубординга. Там очень много каких-то факторов, моментов участия в разных определенных соревнованиях, создания каких-то проектов и вообще, в принципе, развития. У меня нет таких целей, там, какие-то места определенные занимать. Я считаю, то есть, немного некорректная формулировка именно по психологии, по настрою. То есть, у меня на первом месте стоит развитие в этом направлении. Личностное, спортивное, личностное развитие. Естественно, да. То есть, такой вид спорта, что нельзя привязываться к каким-то определенным, ну, там, местам, соревнованиям. Мы здесь не гири тягаем, никто больше, дальше, выше. То есть, тут должен свой подход быть с душой, с пониманием самого себя, сноубординга. Чем больше ты это понимаешь, чем больше ты это чувствуешь, тем лучше у тебя получается. Вы ловите от этого просто волну удовольствия, когда стоите на сноуборд, вне зависимости от ранга соревнований? Да, естественно. В этом вся и суть. Для вас это самое главное, я так понимаю. Не медали, не очки, не рекорды, а в том, чтобы выйти на трассу и получить кайф. Естественно. Именно свое отношение и любовь к этому виду спорта, это и мотивирует меня. Это же прекрасно. Ну, собственно, наверное, да. Да, они мотивируют какие-то медали. А если медали нет, то что ты будешь делать? Сидеть, грустить, плакать? Как же у тебя все плохо? А вы не будете грустить и плакать, если вдруг не получится где-то на чем-то? Что? Вы не будете грустить и плакать, если вдруг где-то не получится на каком-то турнире? Ну, я думаю, найду способы, как себя успокоить. Утешить. Но почему бы и нет? Сереж, мы с вами за эфиром немножко заговорили о том, что есть понятие сноуборда, которое сложилось в прессе, и есть понятие сноуборда, которое существует вот в вашей спортивной тусовке, если это можно так назвать. Вот в чем эта разница? Что на самом деле под этим видом спорта, если вы вообще его называете спортом? Судя по всему, для Алексея это просто стиль жизни, такой лайфстайл. Вот что для вас это такое? Ну, на самом деле, я думаю, что Леша здесь добавит больше, чем я. Я могу сказать только с точки зрения, скажем так, специалиста в области маркетинга, да, там, спортивного. Вот, и так как я отслеживаю, ну, некие такие медиатренды, то есть понимание уже на опыте последних, особенно двух сезонов, где у нас прошли всякие тестовые соревнования в Сочи и так далее, где пришлось наблюдать в том числе, ну, не пришлось в хорошем смысле столкнуться с большим количеством СМИ, в том числе отечественных, в первую очередь. И я просто сделал для себя вывод, что действительно у нас средства массовой информации, и это не вина к в данном случае их, это, в общем, общее, наверное, состояние некое. Развитие данного вида спорта, как спорта в России, они не понимают, действительно, люди не понимают разницы, что есть вот сноубординг как мировое глобальное явление. И, в общем-то, на самом деле, я думаю, что, ну, как раз и Леша здесь больше добавит. Но то, что я вижу, это действительно не спорт в чистом виде, это мировое такое явление, вот именно, наверное, в стиле лайфстайл. А кто тогда это мировое явление в стиле лайфстайл перенес в олимпийскую семью? Для чего им это нужно было? Ну, и соревновались бы люди, там, я не знаю, не за медали, а за, не знаю, за красоту исполнения того или иного элемента? Или это было бы действительно какой-то, ну, типа пати, я не знаю, как это можно было бы назвать? Для чего тогда в олимпийскую семью входило? На самом деле, так оно примерно и есть. И, в общем-то, логика МОК, когда принимался сноубординг, он, в общем-то, и был оценен тренд мировой популярности. То есть у нас пока в стране о какой-то такой, скажем так, глобальной индустрии говорить нет смысла. То есть есть рынки, они уже прощупываются, есть там продажи экипировки, есть какие-то курорты, где тоже делается уже ставка на вот площадки для именно такого сноубординга, да, там. Но в целом пока индустрии в России, ну, в этом направлении нету. Вот. А МОКу это интересно, в первую очередь, с точки зрения, ну, трансляционной аудитории. Тут однозначно это вопрос, можно говорить, как угодно. Коммерция, но коммерция все-таки в данном случае это некое следствие. То есть это, когда у тебя, ну, там, условно говоря, 150 миллионов зрителей по миру, да, там, соревнований, то эта цифра говорит о том, что это востребовано, да, там, а как это коммерциализировать, это уже второй этап, получится, не получится. Допустим, в дисциплинах параллельных там ситуация немножко другая. Это вообще некий такой отдельный отросточек появился в свое время. Да, я понимаю, что у нас в стране больше сноубординг вообще знают, как бы, именно благодаря параллельным. Почему? Потому что, ну, во-первых, там медали, Кубки Мира, чемпионы, чемпионаты. В том числе и в России один из этапов Кубка Мира. Да, да, да. Вот. В России было два официальных этапа уже. Вот один в Сочи, соответственно, и здесь, в Москве. Значит, но при этом все-таки это те дисциплины, которые существуют в рамках именно формального такого спорта. То есть это вот соревнования. Спорт в чистом виде. Спорт в чистом виде, соревнования, да, там на скорость, на вот эту изворотливость, да, там, ну, в хорошем смысле я ни в коем случае. У меня хорошее отношение с атлетами в этих дисциплинах, они все большие молодцы, я желаю им максимальных удач и побед. Вот. Но, тем не менее, то есть это, я опять говорю, выражая свое мнение, как, скорее, экономист, как маркетолог. Потому что, общаясь с брендами в индустрии, а там достаточно большое количество брендов глобальных, там, ну, вот, Алексей является представителем международных команд. Вы же в Red Bull, да, по-моему, Леша? В Nike. В Red Bull, Nike, да, вот. Вот. То есть там большие бренды, большие имена. И когда ты понимаешь, что брендам неинтересно поддерживать, причем это у них официальная позиция. Профессиональных спортсменов. Больше тех, кто занимается тем, что Алексей. Заговорились. Вернемся. Доброе утро тем, кто к нам присоединился. 11.31 в российской столице. Программа на своем поле. Как обычно, по средам мы проводим утро в спортивном режиме. Алексей Соболев, мастер спорта международного класса и пятикратный чемпион России по сноуборду и консультант по спортивному менеджменту Сергей Нечувилин у нас сегодня в гостях. Сергей, мы с вами заговорили о том, что многие бренды больше все-таки идут к ребятам и к тем спортсменам, которые в нетрадиционном понятии сноуборда существуют, таких как Алексей. Вот почему так происходит? Почему такая тусовка отдельно? Отдельно спортивная, отдельно лайфстайловская? Ну, скорее, на самом деле, можно даже было бы сказать, что скорее в традиционный сноубординг, то есть именно спортивный параллельный, он скорее является нетрадиционным и по количеству участников во всем мире, то есть и по отсутствию, в общем-то, даже рынка в этом направлении. То есть это такое чисто спортивное направление. То есть изначально, я перебью, изначально родился обычный сноубординг для того, чтобы получать удовольствие, как это делает Алексей, а уже потом из этого чиновники, я не знаю, МОК сделали вид спорта, правильно? Ну, в том числе, да. Вот, ну, логика, да, такая, то есть первоначально это вот то, что у нас в стране принято называть мягким сноубордингом на каких-то там уровнях, да, там, вот это как бы изначально и есть сноубординг. Именно он востребован, да, там, подростками, детьми, активной вообще частью населения, вот, люди покупают доски, именно, ну, допустим, доски такие, как у этих атлетов, да, там, не такие, как у атлетов, там, в параллельных дисциплинах. То есть одевают экипировку, которую показывают им ведущие райдеры, там, во всем мире, ну, здесь опять-таки Леша по именам, там, по фамилиям лучше ориентируется и знает, и расскажет. Вот, то есть это все-таки такое, это явление, ну, именно лайфстайл, действительно, то есть это не, как бы, вид спорта зарождения когда-то. Кто-то решил скатиться на доске с горы по снегу, это очень. Алексей, а для вас вот взаимоотношения с представителями традиционных именно спортивных направлений, они как складываются? Или вы существуете параллельно? Параллельно и с лалом отдельно, и вы сами по себе. Ну, это так, смотря на каких уровнях рассматривать этот вопрос, то есть федерация у нас одна в любом случае, вот. А что касается лично меня, то есть я вообще, то есть контактов практически никаких у меня нету, ну, а так хорошо, хорошее отношение с ребятами, в принципе, знаю там много кого. А соревнования у вас одновременно проходят для вас и для тех, кто, ну, будем их называть спортсменами чистыми? Ну, как бы нет, по-разному бывает. Ну, какой график у нас, то есть. А зрительская аудитория, вы никогда не задумывались и, может быть, не сравнивали, сколько приходят на вас посмотреть, на ваших сотоварищей, сколько приходят на параллельные дисциплины? Не, ну, в принципе, вполне все очевидно, вы можете сами представить, если касается жесткого сноубординга. Два человека едут через вешки, объезжая вешки, и так на протяжении всего дня ничего там сверхъестественного не увидите. Отличие будет только то, что какой-то человек приезжает на секунду раньше, какой-то позже. Ну, даже иногда не на секунду, иногда там... Это условности, вы поняли примерно мою мысль? Да, поняла, поняла, да. Вот, или вы видите, то есть, тройные сальто на трамплине с пролетами в 20 метров. Кто-то хочет тройные, кто-то двойные, кто-то совершенно другие трюки, которые вы даже представить воображение не могли себе. И подумайте относительно этого, кто приходит смотреть куда. А скажите мне, пожалуйста, вот те трюки, которые вы исполняете, я посмотрела несколько видео с вашим участием. Я, в общем, понимаю, что вы человек, с одной стороны, наверное, бесстрашный, потому что решиться изобразить то, что делаете вы, это очень сложно. С другой стороны, вы очень продуманно все это делаете. Нет вот этого вот безбашенного ощущения, а, сейчас я приду и прыгну. То есть у вас все продумано, вы, я так понимаю, тренируетесь и много, и упорно, и результат вашего труда в том, что вы с кажущейся легкостью выходите, ну, грубо говоря, на соревнования, и при этом ты понимаешь, какой труд за этим стоит. На самом деле психологическая подготовка очень серьезная, то есть постоянно борьба с самим собой, потому что действительно сейчас уже вышел на такой уровень, когда невозможно не бояться. Ну, в общем, да, то, что вы делаете, это страшно. Да, то есть то, что я делаю, это, ну, делает 50 человек в мире. То есть это, конечно, уже пределы, там, человеческих возможностей начинаются. Как вы боретесь со страхом? Как я борюсь со страхом? Не знаю, иногда помогает хорошая музыка, странная, в наушниках. Какая-то психоделическое что-то? Нет, это может быть. Да я не знаю, всякая странная музыка. Дима Билан, руки вверх, еще странные исполнители. Молчите, Алексей, молчите, дальше не надо упоминать эти имена. Ну, главное, что вам в этом состоянии хорошо, комфортно. Да, 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 на самом деле все по настроению. Какое у тебя утро, как все началось, на самом деле, с какой ноги встал, это может задать темп такой, что ты абсолютно не будешь думать о страхе и тому подобное. Расскажите мне, кто придумывает вам те элементы, которые вы потом в итоге исполняете на турнирах? Придумывает? Ну, я не знаю, как вы их рождаете? Ну, почему, на самом деле, я сам работаю, включая воображение, фантазию, смотрю на свои силы, то есть работаю над какими-то определенными элементами, ничего такого сверхъестественного в этом нету. Ну, смотрите, профессиональные спортсмены, например, фигуристы, например, спортивные гимнасты, прежде чем исполнить какой-то элемент непосредственно уже на снаряде, они все это проделывают в условиях, когда их держат страховочные пояса, когда у них там внизу яма с поролоном, чтобы, если что, они туда падали. У вас это как происходит? Вы же не на живую сразу все делаете? Конечно, конечно, надо все делать с головой, естественно. Ну, вообще, на самом деле, существуют разные, то есть, этапы подготовки, это и батутная подготовка, отработка на батуте этого элемента. То есть у вас она есть? Ну, естественно, да, как бывает. Вдруг вы такой бесстрашный, что сразу все на чистое сделаете? Иногда бывает и такое. Ну, еще, конечно, очень хорошая тренировка — это в подушку. То есть не на снегу мы работаем, то есть с трамплина прыгаем в подушку надутую, вот отрабатываем элементы, ну и потом пробуем на снегу, все просто. Я где-то услышала от знакомых, которые вот наблюдали непосредственно вас на соревнованиях и знакомых, что вы как-то один из элементов прям вот сделали, что называется, на живую, и решили, что вот сейчас вы это сможете и докрутить, и докрутили. Так тоже может быть? Да, у меня просто какой-то странный трек играл, то есть позитивный. У меня сразу же поднялось настроение, я подумал, почему бы не попробовать новый трюк на соревнованиях. Да, попробовал с первого раза, то есть сделал его. Я даже помню, второе место занял на очень крупных соревнованиях коммерческих. А почему первое-то не дали за такой отчаянный элемент? Ну, как бы первое место занял человек, который, я не знаю, сколько он катается, но живет он в Америке, и выходя из дома, ну, практически круглый год у него есть идеальный парк с самыми лучшими шейперами и самыми лучшими тренерами в этом мире. Вот, кстати, это самая больная тема, Сереж, и для вас, вопросы для Алексея. Все-таки наша страна, ну, может похвастаться тем, что у нее есть худо-бедно футбольные поля, что есть легкоатлетические дорожки, есть игровые залы, сейчас стали строить, может быть, какие-то катки и ледовые дворцы. Но очень хочется мне узнать, где вы тренируетесь. Мне кажется, это тема, которая должна, с одной стороны, вызывать сожаление, с другой стороны, желание немедленно взять билет и поехать тренироваться куда-нибудь в Америку. Ну, правда же говорю, да, Леша? Ну, на самом деле, я уже очень спокойно это воспринимаю. Когда-то я очень переживал и бил кулаком об стол, что за несоправедливость. Но понимая, что все это напрасно, все вот эти эмоции лишние, по сути, нужно тренироваться. То есть, что дают, там тренируемся. А где вы тренируетесь? На самом деле, в Новосибирске, очень, достаточно хорошая трасса, которую далека от идеала, но можно сделать там безумно комфортные условия. Она единственная в России, трасса в Новосибирске? Нет, нет, не единственная, но очень много факторов существует, которые влияют на эффективную подготовку на той или иной трассе. Ну, то есть, длина подъемника, количество людей, которые там катаются, сам трамплин, какая у него характеристика, чтобы отработать тот или иной элемент. Ну, и вообще длина той зимы. Сейчас за окном вы видите, какая погода у нас в Москве. Ну, в Новосибирске-то поди есть некто есть. В Новосибирске, на самом деле, вот только недавно снежок только выпал, поэтому... Я так понимаю, что вы за неимением лучшего выбираете то, что есть. Ну, в России у нас выбора нет другого. Ну, здесь, наверное, да, надо добавить, что вообще инфраструктурная, конечно, ситуация, безотносительно даже вот к слопстайлу, к там, бегеру, к дисциплинам, которые там Леша представляет. Вообще, с горнолыжно-сноубордическим наполнением в стране, как бы, ну, большие проблемы с точки зрения именно инфраструктурных. То есть, при условии того, что в России, на самом деле, количество горнолыжных комплексов, я думаю, что даст фору футбольным полям. Вот. Их давно уже за 250. Вопрос в качестве? Вопрос в качестве и вопрос, соответственно, в, ну, скажем так, логике появления. Вот сейчас в Москве, опять-таки, вот Москва, Питер, мы можем видеть, наверное, да, Леша, как появляются вот эти микропарки для именно сноубординга. То есть, ну, их единицы в качественном виде в каком-то, и они в основном носят такой больше неспортивный подготовительный. То есть, это не тот парк, на который Леша приезжает в Америку или там в Европе, да, там Швейцария, Австрия. Ну, они созданы, я так понимаю, для начинающих, для тех, кто делает первые шаги. Для Леши, как для профессионала высокого класса, это не есть место для тренировки. Ну, наверное, да, но здесь уже Леша лучше. Да, скорее всего, для большей популяризации спорта, как бы, какие-то коммерческие спонсоры все равно интерес имеют свой в этом. Да, вот. А что касается России, то у нас два по-настоящему, ну, качественных инфраструктурных объекта, вот, для сноубординга, да, реально появилось. Ну, вот, два сезона назад, это, по-моему, одиннадцатый-двенадцатый год сезона, это Сочи, где появился Пайп. Это логично. Да, это был первый в стране Пайп, который, ну, насколько я знаю, был сделан, в общем-то, даже, в первую очередь, с участием западных инженеров, там, ну, шейперов, строителей. Вот, и тогда же, в тот же сезон, открылся в Ижевске, там, где сейчас, например, Пайп, ну, сборная. А чем вызван выбор Ижевска в качестве... Это вопрос, не знаю, он, на самом деле, в общем... Центр российского сноубординга. Да, ну, вот, не знаю, чем это вызвано, это, как бы, решение, наверное, где-то принималось в каких-то закромах, вот, но, тем не менее, он там появился, и сейчас это позиционируется, как некий центр подготовки сборной, вот, как говорят, помягким. Аж там же попытались, я не знаю, кстати, там это доделали, эту историю, с лобстальную трассу. Нет. Нет, да? Ну, вот, значит, там, получается, в Ижевске у нас, и это речь идет о другой дисциплине, ну, вот, тоже из этого, как бы... Класс, то есть, по большому счету, у нас две больших, хороших трассы для всей страны с населением 150 миллионов. По-хорошему одна, потому что тут надо понимать, что в Сочи Пайп, который стоит, он стоит, его строили только под тестовые соревнования и под Олимпиаду, соответственно, там никого не будет содержать. А в Пайп для курорта это очень накладная история. А вы, оптимисты, у нас есть телефонный звонок, у нас Анна на линии, Анна, доброе утро. Доброе утро, у меня вопрос к Алексею, я хотела узнать, каким вы видите, собственно, свою карьеру, какой вы видите свою карьеру лет через 10, будете ли вы, планируете ли вы кататься дальше на мировом уровне, то есть на мировых соревнованиях выступать, либо, может быть, хотите попробовать попреподавать, там, тренировать ребят, вот, как это будет выглядеть? Ага, спасибо. Так. Ну, ну... Вообще, на самом деле, после Олимпиады только все начинается. Я не знаю, у кого заканчивается что-то после Олимпиады, лично у меня только все начинается. Все движения, активность, участие в разных соревнованиях, совершенно не связанные там со спортивной тематикой, именно коммерческие соревнования. И, естественно, проекты какие-то свои, вот. Вот, ну, естественно, мой проект в России, это я буду проводить тренинги. Да, кстати, я прочитала, что у вас после нашего эфира какой-то в бизнес-школе еще тренинг. Ну, давайте потом об этом поговорим, когда я сейчас отвечу на вопрос. Естественно, завязывать со сноубордингом я пока не собираюсь, вот. Ну, было бы нелогично, если в таком дневном возрасте. Ну, не знаю, мне пока все устраивает, мне нравится, если я хорошо, комфортно ощущаю. Конечно, хочется отдохнуть от, то есть, подъема в 6 утра на соревнования, как бы, больше как-то реализоваться в другом направлении, какие-то просто... Ну, Дима Белан-то в уши и вперед в настроение. И все, и попер на самом деле на дрампин. Ну, это буквально 20 секунд до ухода нашего на новости. Что там за бизнес-школа? Вы еще и преподаете? Ну, вообще, да, на самом деле, спонтанно родилась эта идея. Я уже достиг такого уровня развития сноубординга, когда у меня появилась потребность делиться своим опытом. Вы учите сноубордингу или учите бизнесу? У меня, на самом деле, много направлений. Я думаю, спортивный маркетинг и обучение сноубордингу. Разносторонний, Алексей Соболев. Новости. Ну, практически год у нас уже программа в эфире, и буквально каждую программу безумно сожалею, что у нас совсем мало времени остается для общения с нашими гостями. Алексей Соболев у нас сегодня в гостях, и Сергей Нечувилин, люди, которых, я надеюсь, о которых, в частности, об Алексее услышим мы на Олимпиаде в Сочи, хотя, как он признается, для него это не главное. Алексей, Сергей, еще раз вас приветствую. Леш, вот когда я готовилась к программе, я поняла, что программа будет живая, что программа будет такая не зашоренная, не исключительно про голые очки и секунды. Значит, два момента, которые хотелось бы мне уточнить. Это для вас нормально, когда вы можете, например, заявиться под чужой фамилией, как это было с вами, и выступать на турнире ради того, чтобы действительно получить удовольствие? А, ну это была молодость. А сейчас-то вы уже взрослый, господи, ну что вы уже, да. Не, ну было... Взросляк. Как, с чем это связана ситуация? Мне было вроде 14 лет, а в соревнованиях могли участвовать только лица 16 лет. Так. Вот. Но как-то поменялся с кем-то. Ну то есть для вас это нормально, что для того, чтобы достичь своей цели, вы можете использовать самые разные методы. В данном случае мы говорим просто про какие-то такие юмористические моменты, ничего серьезного и глобального мы никоим образом не берем. Да почему бы и нет? То есть это спонтанное было решение, хотелось просто тупо кататься, я приехал на гору, там соревнования, хотел в них участвовать, мне сказали, ты не будешь участвовать, как я не буду участвовать? Ну я и решил по-своему этот вопрос, один парень не приехал, я взял его номер и катался, я случайно занял третье место. Это и предопределило мою дальнейшую спортивную судьбу. Но на самом деле меня лишили этого места, когда, конечно, узнали, что это не тот человек, вот. Но все равно позитивные эмоции остались. Позитивные эмоции? Да, конечно. Первый тренер, вопрос вам. Считает женщину в лагере, учившую его подниматься на подъемнике? А, это был не лагерь, это было на Горской, ну, на моем... То есть в родном курорте в Новосибирске. Как сказать тренером? Она учила меня застегивать крепления и говорила, хватай подъемник и едь. Ну, в принципе, меня это в какой-то степени мотивировало. Еще мотивировало то, что когда я падал на колени, они полностью кровь разбивались, и поэтому я не хотел падать. Вот так вот, такой вот тренер у меня был. Ну, в общем, про вас-то и говорят, да, что вы умеете хорошо, правильно приземляться, и вы не тот человек, у которого много падений. Ту-ту-тфу. 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 Давайте еще по чему-нибудь деревянному постучим. Лучший отдых с русскими женщинами. Поясните. Учитывая, что дальше у вас есть пояснение. Нравятся брюнетки с длинными до поясницей волосами и с определенным в 2,7 размером верхней части туловища. Верхней части туловища. Это вот ваш стиль такой, общение и жизни, это вот чувство юмора, которое вам присуще. Спасибо, кому надо сказать? Маме, папе, вам самому, себе? Книгам, возможно, я люблю читать. Что читаете сейчас? Ой, сейчас более читаю по конкретике, по бизнесу какую-то литературу. А сборник сочинений Дима Билана? Сборник сочинений? Стихи. Что он написал уже? Или прозу, да я не знаю. Слушайте, мы сейчас ему рейтинг поднимем просто до невероятных высот. Правда? А если художественная литература, то что? Ну, не знаю. Пелевин в последнее время, то есть, понравился Empire V книга. Она такая, она современный лад. Очень много... Ну, давайте не будем это обсуждать. Хотите, прочитайте, мне понравилось. Понравилось, я поняла. То есть, у вас есть время во время перелётов, во время проездов до каких-то соревновательных мест, вы в это время читаете или вы отдельно выделяете, говорите, всё, меня не трогайте, у меня ванна, кофе. Ну, если ты человек развитый, ты, конечно, найдёшь всегда время, неважно, где ты находишься. В метро, я читаю. Прекрасное место. Прекрасное, особенно если сел. Сергей, а вам легко работать с таким человеком, как Алексей? С одной стороны, он профессионал в высшей степени, с другой стороны, это человек, у которого нет зашоренного взгляда, и он готов к любым идеям, я так понимаю, готов поддержать очень многие ваши инновации. На самом деле, всегда, в первую очередь, и это с Лёшей, я думаю, что нам всем повезло, в том числе, всегда проще работать с человеком, который, а, всесторонне развит, б, имеет свою точку зрения, потому что всегда намного сложнее, скажем так, тянуть человека. То есть, это, как правило, не только сложнее, и ещё очень часто ничем не заканчивается, когда человек не определился со своими целями, когда человек не знает или полагается во всём там на тебя. То есть, в данном случае, мы всё-таки не мамы и не папы, да, там, то есть, мы всё-таки, ну, скажем так, бизнес-помощники. Мы помогаем человеку достичь его целей. Вот, то есть, это... И это к вопросу, кстати говоря, о сегодняшнем мероприятии. Сегодня на площадке бизнес-школы, если это не реклама, RMA, пройдёт такой мастер-класс Лёше. Соответственно, цель этого мастер-класса, в общем-то, попробовать тоже Лёшиной силу, в первую очередь, скажем, рассказать о том, чем он занимается, потому что, опять-таки, в силу того, что о сноубординге, как бы, реальном, как бы, масштабном явлении, у нас в стране знают мало. То есть, вы будете, Лёша, рассказывать о том, как из сноубординга сделать хороший бизнес, правильно? А, может, и так. Может, и так. Буду импровизировать. Это самый яркий и креативный вариант применения ваших сил и творческого потенциала? Или, Сергей, вы что-то ещё Алексею предлагали, Алексей согласился? Что вот такое вау вы делали? Ну, пока говорить о том, что мы что-то много сделали, нет. Сейчас идёт проработка многих вопросов. Все вопросы, естественно, в том числе согласовываются с Лёшей. Потом сейчас, опять-таки, надо будет понимать график. Так, пока, ну, не будем раскрывать секретов. На мой взгляд, те наброски, которые мы сделали по некому плану мероприятий, они, на мой взгляд, там много интересных идей, вот, где и поучаствовать, и появиться. Но самое главное, вот Лёша сказал, в том числе, одна из главных идей, над чем мы сейчас уже думаем, это, конечно, вот, ну, назовём это так школу сноубординга Алексея Соболева. То есть, вот эта идея ретранслировать опыт дальше в массы, правильный опыт, вот, с учётом того, что у нас нету школы тренеров в сноуборде, я имею в виду именно в сноубординге, вот. Ну, в общем, здесь Лёша, наверное, опять-таки, лучше меняет. — Ну, да. — К вопросу Абани, которая спрашивала, чем вы, Алексей, собираетесь заниматься. То есть, вы параллельно начинаете и тренировать, и параллельно продолжаете кататься. — Ну, кому-то же надо это начинать. — Господи, да кому, как не вам, в вашем-то юном возрасте, и с такими творческими потенциалами и силами, почему бы и нет. А сил-то у вас на всё будет хватать и времени. Вы же ведь, как мы выяснили, человек мира, вы сегодня здесь, а завтра там. У вас сегодня здесь один коммерческий турнир, завтра у вас Олимпиада, послезавтра вы приехали на бизнес, какие-то курсы. Когда? — Ну, после Олимпиады времени будет значительно больше. Я думаю, я, в принципе, смогу реализовать проект, который задумал, по сути. — Вот ещё один спортивный вопрос, который меня всегда, конечно, интересует, когда встречаешься со сноубордистами. Понятное дело, что это не наш вид спорта. Ну, вот грубо скажем, да? Вот когда вы приезжаете на турниры высокого уровня, не знаю, этапы Кубка мира, насколько вы конкурентоспособны по сравнению с теми же американцами? — Ну, на самом деле, по уровню катания я отстаю на года полтора, может быть. Прямо вот, ну, последнее время именно вот на этой позиции удерживаюсь. Естественно, нужно более инновационные какие-то подходы испытывать, более другие места тренировок, чтобы догнать ребят. В принципе, достаточно комфортно, занимаю хорошие места на больших коммерческих стартах, ну, на спортивных тоже. — То есть нет такого «Ага, русский приехал, сейчас будет как по старинке». — Да почему нет? Получается удивлять ребят, на самом деле. — А есть кто-то ещё с вами, за вами, кто идёт вот в шаг? — Да, молодые, молодые есть ребята. — Мне очень нравится по отношению к вам слово «молодые», сказал Алексей. — Ну, они действительно моложе меня, лет на четыре, на пять. Вот, акробаты бывшие, ну, и, в принципе, сейчас занимаются акробатикой, поэтому у них очень всё хорошо получается в сноуборде. — Это конкуренция, которая вам нужна или конкуренция, которая вас тормозит? — Да, ну, на самом деле я спокойно к этому отношусь. — То есть у вас нет такого, что вы посмотрели, что этот делает парень, и, может быть, попробовали что-то сами сделать такое в его стиле? — Ну, почему конкуренция? Конкуренция среди мужчин, она всегда, в принципе, в любом виде, она существует, поэтому от этого никуда не уйдёшь. Я просто спокойно это воспринимаю. Естественно, что-то меня мотивирует каким-то более сложным трюком. — Есть что-то такое, что вы преподнесёте в качестве приятного сюрприза для болельщиков и неприятного для конкурентов? — Да, возможно, могу вам сказать. — Да, расскажите. Вообще, у меня будет дизайн шлема личный, вот, на нём будет указан мой номер телефона. Да, вы можете просто взять и позвонить мне в любое время. Особенно женщинам, конечно, это относится я. — Нужным размером верхней части туловища, я так понимаю, и с волосами длинной. — Да, и главное, не с пустой головой, что всегда важно. — Ой, это согласно я с вами. Но это, понимаешь, что вам бы ещё время, опять-таки, на всё найти, ещё и на девушек. — Ну, я думаю, с этим вопросом как-нибудь разберёмся. — Это ваша креативная идея, Сергей, с номером шлема? — Нет, это моя личная идея. — Да, тут с таким креативом у Лёши всё в порядке. Тут мы ему не нужны. — А если непосредственно касаться спортивной какой-то части, что-то готовите особенно к Олимпийским играм? Ну, вот, может быть, какой-то новый элемент, новая программа, новое что-то такое, вау, чтобы было, нет? — Ну, вообще, на самом деле, ну, да, я думаю, что-нибудь покажу интересное. В принципе, скучно не будет, обещаю. — Ждёте чего-то особенного от Олимпийских игр? Всё-таки это отдельный настоящий турбер. — Да, конечно, я очень, то есть, от Олимпийских игр очень многого жду. Знаете, больше чего жду? Мне интересно, какая там будет автопати после Олимпийских игр. — Я даже не зырелась. — Я больше всего этого жду. Мне реально интересно, как люди тусуются после Олимпиады. — Русский дом ждёт вас. Я очень надеюсь увидеть вас не только на автопати, но и, собственно, непосредственно уже в Сочи. Алексей Соболев, Сергей Нечувилин у нас были сегодня в гостях. Прощаемся теперь уже до будущего года с наступающими. И всего вам творчески, спортивного, нового и яркого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова